МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Айда в Музее медицины, ртутные томометры, деревянные протезы и шприцы многоразового использования, а также контрацепция. Как нас лечили в прошлом веке? Латвия погружается в пучину коронавируса. За прошедшие 7 дней в стране было констатировано 6 тысяч 5 новых случаев заболевания COVID-19. 46 пациентов ковидника скончались, и в это число входят не только пожилые люди, которые входят в группу риска. К сожалению, сегодня жертвами коронавируса становятся и молодые люди в возрасте до 30 лет, которые проигрывают в борьбе с вирусом. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии COVID-19 вырос до 517,8 случая на 100 тысяч населения. В настоящее время на лечение в Даугубевской региональной больнице находится 79 инфицированных коронавирусом больных. Состояние 9 из них оценивается как тяжелое. С 24 сентября в региональном стационаре от COVID-19 скончалось 6 человек в возрасте от 59 до 94 лет. На лечение поступили 59, выписались 32. Эксперты утверждают, что побороть этот смертоносный вирус может только вакцинация. Но, чтобы достичь коллективного иммунитета, 42% привитого от COVID-19 населения Латвии недостаточно. Тем не менее, многие латвийцы все еще откладывают свой визит в пункты вакцинации. Причин или отговорок множество. Другой вопрос, насколько они обоснованы. И пока эти люди рассуждают о несовершенстве вакцины, о том, что их таким образом хотят чипировать, о том, что это привитые латвийцы массово умирают от COVID-19, стремительно растет число заболевших коронавирусом среди непривитого населения. Подробности в нашем следующем сюжете. Только за последнюю неделю из 6500 новых случаев заболевания коронавирусом 4823 инфицированных COVID-19 латвийца не были привиты от опасного вируса или же не успели пройти полный курс вакцинации. Поэтому та компания, которая сегодня развернулась в соцсетях, где люди призывают других не вакцинироваться, с учетом ковидной статистики выглядит дико. Например, один из этих постов. Так, бывший вице-президент Европейской консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ профессор Кристиан Перрон заявил, что все вакцинированные люди должны помещаться на карантин в течение зимних месяцев или они могут серьезно заболеть. Или же привитые люди должны быть изолированы от общества. А вот еще, вакцинированные люди опасны для общества. И что примечательно, это люди постят, лайкают. Вопрос в другом, в надежде на что. Ну, смотрите, вот эти пациенты, да, ну, то есть люди, которые не прививаются и говорят, чтобы привитые тогда сидели дома. Ну, и они не верят в ковид. Соответственно, они не должны бояться ни ковид, ни привитых людей. К сожалению, да, в нашем мире, как сказать, кто более популярный в ТикТоке, наверное, в Инстаграме, того и прислушивается, да. Соответственно, медики, ну, нет времени для этого. Если бы было, я бы как бы рассказывала и что-то делала, но, к сожалению, нет времени, потому что главное, что тебе надо делать, это помочь людям. Вы хотите умереть от коронавируса? Это ваше дело, говорят врачи-инфектологи и реаниматологи. Но зачем подвергать опасности других? Не верите в коварность вируса? Загляните в реанимацию. Незвуэнт, там от вакцины умерло. Да, у нас пока что, ну, и, надеюсь, никто не умер. Да, был тромбомболи, да, такое есть. Но никто не умер. А от ковида, я уже даже в статье писала, ну, умерло, ну, у меня одной больше 50 пациентов. Да, ну, как, ну, да, то есть нас сравнивает тоже с гриппом. За мою такую, ну, скажем, маленькую карьеру, да, ну, то есть медицинскую, уже начиная с резидентуры и проходя свои гриппы с эпидемией, да, то есть это было, в принципе, ну, уже ковид я не считаю. У меня 8 лет практики, да. От гриппа у меня, как у врача, да, уже начиная с резидентов, ну, умерло 3 или 4 пациента от гриппа, да, не 50 за год, да, и год еще не прошел. В течение пяти минут, пока мы разговаривали с доктором, к приемному отделению инфекционной больницы подъехало три реанимобиля скорой помощи, доставившие сюда пациентов-ковидников, уже подключенных к кислороду. Картина жуткая, потому что, глядя на этих людей, невольно задаешься вопросом, а смогут ли они справиться со смертельным вирусом? Или уже поздно? Бесспорно, сегодня общество смотрит на медиков и на их отношение к вакцинации. И когда в Дагуевской оригинальной больнице от ковида привились только 42% сотрудников, в их числе и средний медперсонал, и техперсонал, то у других людей появляются сомнения. Мне тяжело комментировать, почему коллеги не прививаются, потому что все врачи в инфекциях привились. Младший персонал – это тот, который почему-то, работая с пациентом, играет, видя тоже все, что мы видим, почему-то начинает бояться. Но у нас получалось так, что пошла прививаться я, и все пошли прививаться. И я уже говорю хотя бы своим медикам, хотя бы прививайте родителей, это уже самое главное, потому что это рискогруппа, прививайте адипозных, больших людей, потому что мы не можем их провентилировать хорошо, мы не можем раздуть эти легкие, потому что это живот большой мешает. Хотя бы рискогруппу, хотя бы что-то маленькое сделать. Если сами хотите лежать на аппаратах, почувствовать, как болеть тяжело, то, соответственно, когда ты не можешь сходить в туалет, попейся, да, потому что ты задыхаешься, это ваш выбор. Да, COVID-19 поражает и вакцинированных людей, но их число значительно меньше, и течение болезни в них проходит значительно легче. И с этим нельзя не считаться, и уже тем более нельзя подвергать смертельному риску другого человека только потому, что ты в это не веришь. Переходим к другой теме. С 1 октября на 15 региональных маршрутах введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Бесплатный общественный транспорт будет полностью или частично введен, в том числе и на маршрутах в Латгалии, в частности, в Луденском, Дактском, Балском, Екопельском и Великском краях. Более подробную информацию о том, какие рейсы по каждому маршруту будут бесплатными, можно узнать в справочных автостанциях либо на сайте автотранспортной дирекции. Планируется, что список бесплатных маршрутов будет пересматриваться не реже одного раза в год. И еще одна хорошая новость для долгополчан. С 1 октября в городском общественном транспорте Дагополса смогут бесплатно ездить инвалиды третьей группы. Решение о предоставлении льготного проезда для этой категории лиц было принято в августе в рамках изменений к обязывающим правилам Дагополской городской думы. Об оказании материальной поддержки самоуправлением незащищенных лиц. При поездке в общественном городском транспорте инвалидам третьей группы необходимо будет предъявить удостоверение об инвалидности. Для реализации принятого решения из городского бюджета в качестве компенсации ежегодно предприятию Дагополса Токсмэ будет выделяться порядка 220 тысяч евро. Вот уж действительно не каждый город может похвастаться наличием такого числа призеров, чемпионатов мира и Европы, чемпионов и подающих большие надежды спортсменов. Дагополсу в этом смысле повезло. Наши борцы, спидвисты, легкотлеты, волейболисты, фигуристы, пловцы входят в число сильнейших спортсменов мира. А сегодня о Дагополсе заговорили, как о городе колыбели спортивной гимнастики. И за это бесспорно спасибо, нужно сказать, тренеру Айвару Плате и его воспитаннице, и в частности Арине Олиновой, которая в конце октября будет защищать честь страны на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Кто она, Арина Олинова? Девушка, пришедшая в спорт 8 лет и сумевшая за 10 лет оставить позади себя всех гимнасток Латвии. Подробности в нашем сюжете. На календаре выходной, казалось бы, можно подольше поспать, но к Арине Олиновой это никак не относится. На часах только 9 часов утра, а юная гимнастка Надежда сборной Латвии уже стоит на трамвайной остановке. Тренировку ведь еще никто не отменял. Я тренируюсь 6 дней в неделю. Тренировка длится 4 часа. Первой спортивной гимнастикой начала заниматься моя сестра, а я пришла на одно из ее занятий. Тоже попробовала, мне понравилось. Пришла к маме и сказала, что хочу заниматься гимнастикой. И уже на следующий день была на тренировке в зале. Кто сказал, что чемпионам стать легко? Но уж нет. Путь к победе не так уж сладок. С нуля каждый день, совершая над собой усилия, Арина Олинова маленькими шажочками все время идет вперед. На этом пути длиной в 10 лет были и радость, и разочарование. Но у этой хрупкой девушки стальной характер и нервы. Если хочешь достичь высоких результатов, достичь чего-то в жизни нужно все время работать. Поэтому будешь вставать и рано утром, чтобы идти на тренировку. А вообще мне нравится то, чем я занимаюсь. Я хочу принимать участие и побеждать на больших турнирах. Я себе сказала, что хочу достичь самых высоких результатов, и к этому я стремлюсь. И над этим работаю каждый день. Дети обычно начинают заниматься спортивной гимнастикой в возрасте 5-6 лет. Арина пришла в 8. И тогда у нас еще не было такого красивого и хорошо обустроенного зала. Но даже при этих условиях она стала показывать хороший результат. Арина – работоспособный человек. Это качество и помогло ей бороться за медали. Не только на латвийских турнирах, но и на чемпионате Европы, на котором она завоевала первое и второе места. И это дало ей право стать обладателем единственной путевки на чемпионат мира, к которому она сегодня и готовится. Арина Олинова – мастер спорта по гимнастике. С 2015 года входит в состав национальной сборной. По результатам чемпионата Латвии среди юниоров турнирная таблица – вторая. И сегодня девушка готовится к выступлению на одном из главных турниров своей жизни – чемпионату мира по спортивной гимнастике, который пройдет в конце октября в японском городе Китакюсю. Она единственная будет представлять нашу страну на международном турнире такого уровня. И поддерживать ее будут Айвер Плате, который к тому же является экс-тренером сборной Латвии по спортивной гимнастике, родители и друзья. Спустя 2-3 года, как Арина начала заниматься гимнастикой, честно скажу, думал, что ей это все надоест, и она скажет – все, больше не хочу и не могу. Но оказалось, все с точностью наоборот. И каждый день уже на протяжении 10 лет она занимается этим видом спорта. Не скрою, мне очень хотелось бы поехать на чемпионат мира вместе с нею, но ковид, действующие жесткие ограничения этого не позволят сделать. Так что за свою любимую гимнастку, свою дочь, родителям придется болеть дома. Это хоть и огорчает, но близкие верят в Арину и ею гордятся, поскольку она единственная, кто в этом году поедет на чемпионат мира от Латвии. Осень – это время ярмарок и небольших базарчиков. И даже если вы ничего не купите, то точно великолепно проведете время. Ведь осенние ярмарки и базарчики – это особая атмосфера. И блошиный рынок, который нашел постоянную прописку в Дагубинской крепости – один из них. Он особенный. И товары, предлагаемые к продаже, тоже. У каждой статуэтки, вазочки, книги, связанные крючком салфетки, картин и монет – своя история. Этакий привет из прошлого века. Октябрьский блошиный рынок назначен на субботу, 9 октября. Как всегда, он разместится обо дворике Центра культуры и информации крепости и будет работать с 10 до 15 часов. Но, чтобы стать его непосредственным участником, выступив в роли продавца, необходимо предварительно зарегистрироваться и оплатить муниципальную пошлину за право торговать в общественных местах. Подать заявку следует до 7 октября, 16 часов, отправив ее на электронную почту cetaxnis.at.dawgoypols.lv Также это можно сделать, позвонив по телефону 654-24-043 или 286-86-331. Это когда-то в Даугайплсе был один музей, но в последние годы ситуация кардинально изменилась и сегодня уже стоит вопрос так, а куда бы нам сегодня сходить? Мы, в свою очередь, рекомендуем вам отправиться в крепость и заглянуть в так называемый музей истории, медицины и контрацепции. Мы уже там побывали. Три года назад в Даугайплской крепости по соседству с художественной галереей «Белый конь» начала работу «Постоянная экспозиция», посвященная историю медицины, которая включала в себя в том числе и экспозицию к контрацепции. На сегодняшний день она является самой большой выставкой контрацептивных средств в странах Балтии. Автором и организатором этого проекта стала общественная организация «Веселый Бесвейтинашинас он из Глутышанас Бедриба». В ее основе частная коллекция, которая собиралась врачами-гинекологами более 30 лет. Поэтому представленные здесь все экспонаты достоверны и имеют прямое отношение к профессиональной деятельности врачей и медработников. Эта тема очень деликатная. Я думаю, что такая выставка – это единственное в Европе, может быть. Потому что в таком большом помещении, я думаю, таких выставок не может быть больше. Тут есть интересные выставленные поисоверности, которые, когда рыцари уходили на войну, они закрывали ключиком своих жен, чтобы там никто ничего не смог бы добраться. И когда приходил, и весил свой ключик на шею, так он уходил на войну. Когда приходил, он скрывал, и тогда жена была свободна. Так что тут есть старые, старые, еще дореволюционные стулья гинекологические. Тут есть оборудование кабинета гинекологии. Тут можно видеть, какими инструментами работал раньше врач-гинеколог. Ну, может быть, это выглядит ужасно, но пусть тоже и мужчины видят, как это выглядит, что женщинам надо переживать. Эта выставка думана для того, чтобы даже молодежь, которая сюда приходит, пусть они ответственно подходят к этим всем вопросам, чтобы они понимали, что ребенок – это непросто. И чтобы ценили бы и себя, и второго человека. Как известно, любая хорошая идея имеет продолжение. И вот, по истечению трех лет, медицинская экспозиция превратилась в настоящий музей истории медицины, попав в которые человек реально погружается в прошлый век. Это не значит, что тогда лечили хуже. Нет, просто в 20 веке возможности у докторов были другие. В их распоряжении не было современного высокотехнологичного медицинского оборудования. Многоразовые шприцы, ртутные тонометры и градусники. Вот этот интересный бокс, в котором некогда хранились медицинские инструменты. Пользоваться им было, может быть, не совсем и просто, потому что операционная сестра по указанию хирурга должна была нажать на эту лапку и достать тот или иной медицинский инструмент, необходимый для проведения операции. Кстати, мы находимся в оперблоке, но вот именно таким он был в прошлом веке. В музее истории медицины собрана и большая экспозиция медицинских инструментов, без которых невозможно было представить будни врача 20 века. Это самое начало, будем говорить, это самое начало инструментов. Они все сделаны из специального металла, который не оксидируется, который не ржавеет. За ним был специальный уход. Тут мы видим, какими примитивными методами делали дырочки в костях. Сейчас это все делается, конечно, электрическим. Так что, ну это тоже очень интересный стенд. Многим тут говорят, что им тут не нравится смотреть на это все. Так что это как экзекуция. Нет, это в помощи человеку было. Тут мы видим, как развивалась медицина, как развивалась наука в прошлом столетии. И потому что сейчас есть с чем сравнить. Потому что, когда мы сейчас видим в больницах или в поликлиниках это оборудование, которое фантастическое. Тут мы видим то, что мы могли пользоваться. Мои родители, я еще пользовалась. Тут можно смотреть, как работал окулист, как работал лора раньше. Как выглядела палата. Как выглядела флюорография. Как доктора смотрели флюорограммы. Самый первый аппаратик, это вот этот, где смотрели лупами. Что видели, то видели. Что не видели, то не видели. Тут первые кардиографы, которые только с одной полосочкой идут. Потом это развивалась генерация дальше. Тут интересно, есть выставлены банки, которые многие люди вообще не знают, что это такое за стекляшки. А раньше этим пользовались и лечили воспаление легких. Медицина многоокранная и включает в себя много направлений. Многие из нас – люди, рожденные в прошлом веке. Поэтому вам будет интересно увидеть роддом 20-го столетия. Один из залов экспозиции посвящен развитию медицины в Даукупелсе. Представленные здесь экспонаты – это наша история. Это история людей, которые некогда дали клятву Гиппократа, исследовали ей всю свою жизнь. Этот зал посвящен как раз истории медицинских учреждений нашего города. И не только учреждений, но и истории наших врачей и коллективов. А вот и настоящий кабинет доктора прошлого столетия. Старинный грузный стол, железная лампа, какие-то бутылочки и, конечно же, медицинская литература. Без нее никуда. Интернета тогда еще не было. Интересный экземпляр – это конспекты студента медицины 1935 года. И что он там, например, полистая, можно увидеть, например, спускание крови. А вот и чемоданчик доктора прошлого столетия. Что в нем находилось? В чемоданчике доктора был обязательно фонендоскоп, обязательно были блокноты с записями, обязательно были какие-то элементарные бутылочки с какими-то лекарствами. Потому что доктор, ну, он шел уже как-то наготове, бинты. Обязательно это было. Рассказать обо всем в одном сюжете невозможно. Поэтому, если у вас есть желание заглянуть в прошлый век медицины, узнать, как работали врачи-окулисты, каким был кабинет флюорографии, как развивалось такое направление медицины, как ортопедия, тем более, что в этом удивительном месте собрана одна из самых больших коллекций протезов, добро пожаловать в Даугубинскую крепость на медицинскую экспозицию. И кто знает, быть может, вам повезет, и вы увидите его, призрак, который охраняет этот музей. И наши волонтеры, которые тут смотрят за выставкой, видели в мониторе такой сгусток белый. Я думаю, что это может быть какой-то такой призрак, который тут появляется. Хотя в следующем зале, где мы будем, там тоже были очень интересные звуковые эффекты, которые как бы капает сверху вода, но нигде не капает. Так что это тоже было, это слышала не только я, но и из туристического информационного центра девушка. Еще раз добро пожаловать в Даугубинскую крепость в музее истории медицины. Получить более подробную информацию о работе выставки и записаться на экскурсии можно по телефону 288-72-898. И в завершении программы о погоде. По прогнозам синоптиков, в начале октября в Западную Европу придет обширный циклон, в результате чего в Латвию поступит более теплый воздух, а ветер усилится. В конце этой и в начале следующей недели температура воздуха может подняться до плюс 14, плюс 19 градусов. А ночью и утром на востоке страны, вероятно, столбик термометра опустится чуть ниже плюс 5 градусов. Усилится южный и юго-восточный ветер. Его скорость с поровами составит 13-18 метров в секунду. Часто будет светить солнце, а с 4 октября возрастет вероятность дождя. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. И не болейте.